Размытие фасада, пролитие квартир и многотысячный ущерб. Многие годы жители дома номер 56 по улице Гончарова были вынуждены жить под дырявой крышей. Пытались золотать кровлю своими силами, привлекая управляющую компанию. Однако становилось только хуже. Вода проникала в квартиры, размывала фасад, построенный в 1959 году, четырехэтажки. Крыша была просто в ужасном состоянии. На протяжении уже многих лет, на моей памяти точно лет 10, мы пытались ее ремонтировать с помощью управляющей компании в то время еще Ленинского района, какими-то такими локальными участками. Но все равно тот ремонт, который делался, он не приводил к должному результату. Сегодня собственники приняли новую скатную кровлю. В прошлом году дом вошел в программу капитального ремонта жилья. Площадь новой кровли – 1600 квадратных метров. Подрядчики установили новые ветканалы, утеплили плиты перекрытия. Благодаря этому зимой снег не будет таять на профлисте, а на карнизе перестанет образовываться крупная наледь. Центральная часть города, поэтому были определенные трудности со складированием, с монтажом кровли, но мы с этим справились, выставляли щиты для того, чтобы жители и пешеходы обходили. Все работы контролировали сами собственники. Накануне они вместе с представителями фонда модернизации ЖКХ приняли работы. Программа капремонта продолжится и в этом году. Планируем в этом году отремонтировать, 172 многоквартирных дома, на что будет выделено порядка полумиллиарда рублей. По информации фонда, уже заключены договоры на разработку проектно-сметной документации для дальнейшего выполнения строительных работ. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.